Друзья мои, с нами мой друг с прошлого века, не 19-го, но 20-го, поскольку мы уже в 21-м. Но я такой старый, что были еще времена, когда прошлый век означал 19-й. Вы, наверное, обратили внимание, что мой друг Юлик Зегельман, также известный как Джулиан Зегельман, и я находимся в шляпах. Но отличие между нами не только в том, что Юлик красавчик и в Южной Калифорнии, а я старый, мученный жизнью виси в Сан-Франциско. Юлик, кстати, в Сан-Франциско проводит дикое количество времени. А в том, что вот эту шляпу мне подарил Юлик на день рождения, несколько лет, сколько-то лет назад, да? Года четыре точно, если не пять. Да-да-да. Вот, я ее с удовольствием. Шикарнейшая шляпа, я, конечно, одет абсолютно не под нее. Под нее нужен либо смокинг, либо такая, знаете, одежда лондонских докеров. И суровая такая морда, готовая к фистикавс. Если кто не знает, что такое фистикавс, то погуглите. Это очень смешное название боксерского поединка английское. Юлик, дорогой мой, я думаю, что если кто-то из вас, кто смотрит, и ты нуждаешься для этих людей в представлении, то эти люди что-то курят очень хорошее, что мы с тобой никогда не пробовали. Я не думаю... Я не пробовал, наши так годы. Это правда. Не ходить на красное вино и прогулки. Я за. Я за. Вообще, наше здоровье – это очень важная штука. Друзья мои, ну, если совсем серьезно, давайте я все-таки представлю. Юлика – это мой действительно очень старый друг и старый партнер по огромному списку всяких вещей, чего мы только вместе не творили, чего мы вместе только не будем творить, в каких только странах мы вместе не были. Кстати, надо нам с тобой перечислить страны, где мы были с тобой вместе. Встретились мы в самом конце 90-х годов, верьте или не верьте. Правда, тогда мы встретились с тобой один единственный раз, потом переписывались долго, да, потом ты помогал нам с фотками, там какие-то юридические вопросы, я помню. Потом я переехал в Калифорнию, мы уже так передружились-передружились. Потом дикое количество сделок, которое было в Farm Accelerator, где я был представителем управления, в TMT, где я один из партнеров. Мы с Юликом так обычно говорим, что порядка 100, ну, плюс-минус, порядка 100 сделок мы вместе сделали, и это, конечно, потрясающе. Но, чего я очень боялся, как бы, в этом разговоре, это сказать всем, вот, Юлик, он юрист. Ну, это абсолютно не так, это вранье. Он офигенный юрист, но он достаточно уникальный. Я сейчас столько хорошего наговорю, что тебе будет просто неприлично, ты там скажешь, чувак, что такое вообще. Но на самом деле, на полном серьезе, просто ты действительно уникальный человек вот в чем. Значит, ты предприниматель, причем успешный предприниматель с экзитами. Ангел-инвестор, причем успешный ангел-инвестор тоже с экзитами. Венчурный инвестор. И плюс к этому еще с не очень давних пор, но уже я слышал, успешный инвестиционный банкир. Те, кто не знает, чем отличается инвестиционный банкир от VC, можете спросить Юлика, но проще, наверное, все-таки Google ваш друг. Ну, может быть, Юлик, если хочешь, можешь рассказать. Но давайте я начну, просто мне позадавали кучу вопросов, которых я хотел бы задать тебе. Давай мы начнем, если ты не против, с юридических. Конечно, конечно, это всегда очень важно, иметь правильный юридический фундамент в любом начинании. Да, а мы с тобой делали буквально десятки просто всяких сделок, поэтому я с тобой работал довольно близко. Смотри, один из самых главных вопросов – это в чем стартапу обязательно нужны юристы, а в чем не обязательно? Я знаю, что он такой очень тяжкий вопрос, особенно для человека с юридическим образованием. Вот что ты думаешь, в чем вот прям, блин, чувак, обязательно, а в чем, да, не обязательно? Очень хороший вопрос. Хороший в том числе, потому что в последние годы есть тренд на автоматизацию, замену вот более таких классических отношений между юристом и клиентом различными платформами. Платформ очень много, вот, например, любимые мной широко используемые карты для CapTable, управления реестром акционеров, выпуском опционов, учетом опционов, разные Rocket Lawyer, LegalZoom, то есть Clerky. Очень много таких платформ, и часто предприниматель задает себе вопрос, ну вот непонятно. То есть непонятно, зачем платить условному юристу в Кремлевой долине, там, от 300 до, там, бывает, места долларов в час, когда, в общем, в теории все это можно сделать самому. Я, как человек, который не очень любит продавать, и тем более продавать, навязывать, я всегда на этот вопрос отвечал очень просто, что если ситуация совершенно стандартная, и вы ее уже делали сотни раз, и в том числе вы ее делали с юристами, конечно, как опытному предпринимателю вы можете, там, взять стандартные документы, использовать платформу и так далее. Как только начинается что-то нестандартное, либо человеческий фактор, то есть взаимоотношения между людьми, которые необходимо правильно оформить, побрейнштормить вместе с вашим юристом, продумать планы B, планы C, планы отхода, в том случае, если что-то пошло не так, ну, никакая платформа, либо сдернутые с интернета на коленке написанные документы, либо совет, там, вашего соседа по поворкингу, что да ерунда, я сам это 10 раз сделал, дай-ка сюда, я тебе сейчас тут это все напишу, но это не работает. И вот только сегодня утром я общался тоже с коллегой, который очень разочарован, потому что, ну, Максима, что дешевый юрист стоит в два раза дороже, потом нужно приводить дорогого юриста и исправлять ошибки дешевые, она вот у коллеги-инвестора, к сожалению, отыгралась. Вот, поэтому если перечислить примеры, например, Игорь, мне кажется, что нормально совершенно, допустим, создать и зарегистрировать юрицо с использованием какой-нибудь платформы, но когда вы начинаете договариваться между соучредителями о каком-нибудь founders agreement, то есть как будет управляться компания, когда начинается вопрос с выпуском опционов и опционного плана, где есть масса налоговых нюансов, которые, верьте или нет, но в США очень важны и могут потом прийти и укусить вас через несколько лет, когда ваша компания очень хорошо развилась, когда идет вопрос найма ключевых сотрудников, передачи интеллектуальной собственности, составления лицензии особенно и различных договоров, поверьте мне, хорошо иметь толкового разбирающегося юриста, потому что иногда риски прячутся там, где никто не может это предполагать из непрофессиональных юристов. Да, очень-очень такие good points. Юлик, а вот скажи, пожалуйста, когда люди работают с юристом, это и мой опыт, и опыт многих других, действительно, как ты сейчас верно сказал, как бы иногда дешевый юрист, это слишком дорого обходится, но вот мы все, ну, я не знаю, я много раз попадал в такое, я знаю людей, которые попадали в такую ситуацию, человек, конечно, пытается не заплатить, заплатить, ну, там, фонд платит какие-то большие тысячи, не знаю, там, 10-15-20 тысячи юристу, но индивидуальный предприниматель, конечно, хочет деньги сэкономить, и это уже такие, для раннего стартапера это серьезные цифры, и хочется заплатить там гораздо меньше, вот, и ты там на что-то бюджетируешь, там, скажем, 3-4 тысячи, и думаешь, вот там, да, сложная тема, но мы уложимся. Я много раз сталкивался с тем, что юрист, я, наверное, тебя сейчас спрашиваю дать ответ на очень-очень тяжелый вопрос, заранее предупреждаю, и обычно сталкиваешься с тем, что юрист говорит, окей, engagement letter, там, сколько-то, тысяча, две, три, не знаю, долларов, и вот моя почасовая оплата, правильно? Вот типичные два... Да, один и один и один сетап, конечно. Вот, который ты знаешь, и дальше ты начинаешь работать, и получаешь вот этот самый биллинг, и он иногда просто как бы заставляет, я знаю, что я сейчас такую профессиональную эту самую тайну въезжаю, поэтому... Вот, и ты начинаешь там видеть какие-то вещи, типа там, подготовка к написанию письма, полтора часа, разговор, в который ты точно помнишь, что он был 15 минут, типа, час-двадцать, и там, включая подготовку, исследование и так далее. Там тот, этот... То есть, в общем, в принципе, вот как-то юрист садится, я понимаю, что тоже у всех есть своя этика, и что, конечно, человек не будет зря что-то придумывать, и абсолютно нормально, что человек примерно прикидывает, сколько времени я тоже так бы сделал. Но иногда это становится просто неуправляемое, то есть, думаешь, ладно, сейчас позвоню, типа, на 15 минут, можем ли мы 15 минут поговорить, юрист говорит да, и потом ты получаешь билл на час тридцать, и спрашиваешь, как? Мы вот же 15 минут говорили, да, ну, понимаешь, мне нужно было исследовать здесь, мне нужно было исследовать там, я прочитал то, что ты думаешь, как, ты же юрист, что тебе нужно было исследовать? И вот эти вещи, они фантастические, поэтому действительно, как ты сказал, когда юрист тебе что-то предлагает, там, какие-то вот, там, какие-то цены, да потом узнаешь, что цена, она другая. Что ты посовет... Прости, что я задаю вопрос такой очень... Такой close to the fact, что ты посоветуешь? Вот как правильно... Посоветую и как юрист, и как человек, который до сих пор владеет юридической фирмой, которая активно работает, будет обслуживать клиентов, многих клиентов годами, вот, и как клиент, потому что, ну, я, например, сам специалист в корпоративном праве, фирма занимается корпоративным правом, стартапами, венчурным капиталом, есть масса областей, в которых я не специалист, поэтому как предприниматель я нанимал юристов, а как ангел-инвестор я нанимаю юристов, я тоже с этим сталкивался. Я посоветовал бы несколько вещей. Очень важно говорить, допустим, возможно, с предпринимателями, которые довольны своим юристом, пойти уже куда-то по рекомендации, это первое. Второе, важно немножко понимать, и я сейчас, надеюсь, коллеги по цеху юридическому не обидятся, но я прямо сейчас страшно эти покровы этого кимоно распахнул и как бы, вот, и покажу все, что там есть. Очень важно понимать несколько вещей. Первое, это то, что в любом случае, конечно, желательно сразу договариваться на так называемый flat fee. Это фиксированная ставка. Безусловно. То есть, есть проект, в проект входит то-то, то-то, нужно как бы договориться. Второе, очень важно понимать, что юристы тоже люди, они тоже хотят кушать. Некоторые из них такие наглецы, что хотят кататься на BMW и, возможно, даже отдыхать. На ферраре. Да, и, возможно, даже отдыхать. Поэтому, какой есть страх у юриста перед фиксированной ставкой? Важно показать себя как нормального, интересного, перспективного, вменяемого клиента. Потому что что часто происходит? Стартап начинает переговоры с юристом, договаривается на фиксированную ставку. Стартап не очень опытный, поэтому начинается куча звонков, имейлов. В стартапах люди очень часто привыкли, что, ну, код пишется 24 на 7, вопрос их хочется получать сразу. И это все нормально. Но со стороны человека, который все-таки более иной профессии, где человек хочет в 6-7 вечера прийти домой, от всего отключиться и так далее, начинается история, что, ну, если меня дергают звонками, имейлами, в 6 утра пишут, извините, я вам вчера в 11 вечера послал сообщение, почему вы не ответили, все нормально. Конечно же, желание, ну, дисконтировать работу по такому клиенту, либо делать это только на фиксированной ставке, ну, у юриста пропадает, а тут включается вот эта история, ну, хотя бы тогда там я включу биллинг, там, по часовой и так далее. Вот. Ну, то есть, первое, договаривайтесь на фиксированной ставке, безусловно. Второе, поймите все-таки вот эту очень важную понять разницу между тем, как работает юрист-одиночка, небольшая фирма и большая фирма. У меня на самом деле был опыт работы во всех трех ипостасях, потому что до того, как в 2011 году я ушел из крупной международной фирмы и открыл свою фирму, и поначалу, когда мы открылись с партнером, вот, то у нас было двое. Он вел свою практику, судебное дело, я вел корпоративное право, и, по сути, ну, я был одиночкой. Потом мы начали разрастаться, там, и превратились в бутик. Вот. Поэтому важно, что понимать. Юрист-одиночка всю работу будет делать сам, условно говоря, в этом есть как и плюсы, так и минусы. Из плюсов, наверное, это то, что проще договориться по цене. Ценник, потому что накладные затраты у одиночки ниже, будет ниже. Минусы полностью завязаны на время, и самочувствие одного человека. Многие юристы-одиночки, у них, ну, инстинктивно трудно отказываться от работы, поэтому очень часто есть примеры, к сожалению, когда там мне даже звонили, там люди уходили в наш бутик, говорят, что, слушайте, у нас был классный юрист, никакой претензии, кроме одной. Человек, видимо, набирает работу выше крыши, справиться не может, у него там 25-е по счету, либо он, наконец, там, жена сказала, все, как бы, или мы едем в отпуск, или я уезжаю с садовником. Человек думает, ну, тут жена, тут, как бы, горьяну огнем, вот эти вот ваши венчурные инвестиции, как бы, тут садовник, супруга, латиноамериканские танцы. Естественно, он едет в какой-нибудь Канкун, в это время плачут клиенты, что у нас там, не знаю, термшит горит, там господин какой-нибудь там юрист, он как бы там в Канкуне. Вот, поэтому, знаете, эти плюсы и минусы поодиночке. А в бутике, почему я, например, всегда стараюсь работать с бутиками, ну, и я сам бутик, потому что в бутике есть хороший, как бы, хороший микс лучшего из двух миров. С одной стороны, это уже какая-то структура, где есть партнеры, есть юристы, есть распределение задач, есть больше рук, которые могут работу сделать. С другой стороны, это, опять же, меньшие накладные затраты, и поэтому, как бы, это дешевле. Как работает большая фирма? Большая фирма, у нее есть масса преимуществ. Это и географическое присутствие, это и глубизна в определенных вертикалях, потому что, ну, вот, когда я занимался в большой фирме, работал, у меня была узкая специализация, например, формирование фондов и венчурные инвестиции. Я больше ни к чему не притрагивался. Естественно, ну, потом уже, там, следующую декаду собственной практики, это такое корпоративное широкое право, там, кого я только не представлял. Вот, не знаю, экспортеров, там, руды, до, условно говоря, там, разработчиков искусственного интеллекта. Вот. Но в большой фирме есть машина. Это значит, что для того, чтобы эта машина работала, очень часто какие-то фиксированные ставки делать они не могут. Идет жесткое почасовое учет времени, жесткий почасовой биллинг, где каждый винтик в этой машинке от секретарши до старшего партнера имеет свою часовую ставку и имеет квоту в год, которую должен выработать. Поэтому такие, основной клиент этих крупных фирм, это, конечно же, крупные международные компании, очень крупные, там, юникорны, хорошо зафондированные стартапы, которые, в принципе, могут поглотить такие расходы, потому что, когда час пик пробил, им нужно, там, биться не на жизнь, а насмерть с конкурентом, либо с антимонопольным комитетом, либо с налоговой, либо с патентным бюро, они понимают, что все эти пушки, крейсера, танки, истребители большой фирмы будут за них биться. Поэтому они, в принципе, закрывают глаза на то, что, да, мы тут заплатили пять тысяч, где могли бы заплатить тысячу, но бог с ним. Вот. Поэтому важно понимать. Еще важно понимать, что часто стартапы мне говорят, что, слушайте, ну вот, вы хотите денег, вы денег хотите, вдумайтесь, вы хотите живых денег, а вот, экс-вази, большая фирма, дает нам кредит на 15 тысяч долларов. Вот. То есть, их не надо платить. Но, что они не понимают? Две вещи. Я сам работал в большой фирме, мы давали такие кредиты. Этот кредит, даже венчурная инвестиция, построена на законе больших чисел. Стартап получает кредит. И партнер на клиентов, которые по кредитам, если только он их сам не привел, потому что он их откармливает, как вот поросеночка, считая, что они будут очень классными, через год поднимут большой раунд, он будет с ними работать, а может быть через три он туда уйдет с General Council, и они продадутся, и как бы он переедет из двухкомнатной квартиры за 2,5 миллиона долларов в Сан-Франциско в трехкомнатную за пять. Как бы и все вокруг скажут, дел ты молодец, ты умеешь жить. Вот. Если этого не произошло, то на ваш кредитованный стартап, которому вы дали этот кредит, работать будут в лучшем случае ребята и девушки с годом или два опыта, свежие выпускники, а в худшем летние стажеры. Поэтому это первый момент, который важно понимать. Второй момент, что когда это кредитная история, то билать будут в два раза быстрее, потому что это уже фантики, не настоящие деньги. Третье, что когда кредит исчерпан, но очень часто еще накрутили какие-то деньги, вы фактически должны там тысяч сорок-пятьдесят, а и без того, чтобы вы начали платить, эта фирма особо работать с вами, отвечать на имейлы не будет. Поэтому часто так и происходит. У меня вот были случаи, там в фирму возвращались люди, то есть начиналось как, мы беседуем, делаем какое-то предложение, дисконтируем его даже, но объясняем, что нам все-таки денежки нужны вперед. Человек говорит, знаете, что у вас и офис какой-то одноэтажный, и Гарвард, и ты, Юлик, не заканчивал, и вас всего там 15 человек. А вот как бы здесь Уилсон Сансин, я очень их люблю, кстати, сам много раз нанимал классные ребят, но там условно просто они бросились, потому что там часто так было. Вот Уилсон Сансин. Перед ним крутые тачки стоят. Да, крутые тачки. Ну даже у нас с тачками все нормально было. У меня, видимо, все как бы на партнеров смотрели, я все-таки лютый автомобилист, даже стыдно в нашу-то эпоху антиконсамшена и шеринга всего, да, но что есть, то есть. Вот. Они уходили в большую фирму, возвращались через полгодика с долгом большой фирмы в 50 тысяч, там, на 40 тысяч долларов и говорили, знаете, нам не отвечают на имейлы. Я знаю больше про этот вопрос, чем там стажер летний, который ко мне прикрепили. Давайте договариваться. Вот. Поэтому я сейчас суммирую. Конечно, договаривайтесь на фиксированную ставку, как в любом негашейшене, попробуйте, чтобы и юрист вами заинтересовался прямо глубоко, увидел потенциал, увидел, почему этому юристу с вами работать. Интересно. И если вы уже в большой фирме, не стесняйтесь оспаривать счета, если это резонно, еще потому что, ну, как в любом бизнесе, клиент имеет право договориться. И очень часто, открою вам второй большой секрет, в бутиках и у одиночек нет, потому что там, как правило, счет, но он уже приближен максимум к стоимости услуги, и там на самом деле, ну, тяжеловато торговаться. А вот в больших фирмах, ну, я когда нанимал крупные фирмы, я никогда практически не платил счет в таком виде, который ко мне приходил. То есть от 20 добывало там 30 процентов дисконта на каких-то больших таких делах, транзакциях, я всегда получал, потому что, было понятно, что я понимаю, где там, да, вот засела эта неэффективность, вот, и как бы они это понимают, вот, и таким образом мы договаривались. Ну, вот, ребята, очень-очень детальный, просто один из самых детальных вообще, какой я видел, прям можно отдельно вырезать. Я, ты знаешь, потом, с твоего позволения, еще плюс к тому, что это будет у нас в эпизоде, я еще и отдельно сделаю такой кусочек, потому что люди задают вопросы, и ты прямо настолько четко, детально, глубоко и очень честно, по-моему, ответил на вопросы, на вопрос, ответы на которые, если честно, по-моему, нигде больше не найти. А никто, да, ты прав, никто эту кухню не любит, потому что клиенты часто не понимают, как устроена юридическая фирма, юристы, ну, любая гильдия не любит выносить там... Это правда. Слушай, вести точно так же, как-то отлично знающик. Ну, то есть спроси, увести, как там в реальности устроена компенсация внутри фонда, или там еще какие-то такие вопросы. Как решение принимается, что такое внутренняя политика в фонде, какие отношения между людьми в фонде, все это... Конечно, это все, это тоже вот черный ящик, да? Слушай, давай последний, я как-то у нас уже половину времени заняли юридические вопросы, я хотел гораздо меньше, но я тебе дико благодарен, это не к тому, что я наоборот тебе ужасно благодарен, настолько полно и детально ответил, я просто больше хотел поговорить про другие вещи, но давай еще вот кратко задам юридический вопрос, который задают все постоянно, я очень боюсь, я же не юрист, ответить, и тем ценнее, что вопрос про патенты, и ты не патентный юрист, но тем ценнее, поскольку твой взгляд будет немножко такой как бы из стратосферы на это скорее, чем человека, который вот этим занимается. Вот поправь меня, потому что запросто может быть, что моя позиция неправильная. Я очень много за долгие годы имел дело с IP, естественно, так же, как и ты, да, хоть ты не IP-юрист, IP это для неанглоговорящих intellectual property, вот, это вы уже можете загуглить, intellectual property, вот, и я, ты тоже знаешь, я с тобой это говорил, три раза меня судили патентные тролли, вот, два раза это просто, просто судьи это, как бы сказали, что это все фигня, и развалились, я пытаюсь по-русски говорить, развалились эти судебные иски, это тяжело все по-русски говорить. Эти кейсы, можно так вот. А, да, эти кейсы, да, да, да. Эти кейсы развалились, да, да, да. Вот, а в третьем случае был settlement, то есть, как бы стороны договорились полюбовно разрешить за такую совсем символическую, очень маленькую сумму, и как бы, то есть, во всех трех случаях, но крови это попортило, денег, кстати, это не так уж много стоило, ну, тоже не очень мало, но не супермного, крови это попортило дико, страшно, жутко, часы и дни, которые ушли на этих патентных троллей, это было страшно, и очень многие предприниматели, вот сейчас тоже зайдем на опасную территорию, но давай, если можно, кратко скажи, как человек, который все-таки, еще раз, не патентный юрист, но юрист, в отличие от меня, от других, и вот многие стартапы говорят, о, ну, первым делом, вот они еще только делают стартап, но первым делом нам нужно патент получить, и я извиняюсь сейчас перед всеми, потому что я уверен, что какие-то патентные юристы сейчас смотрят, скажут, блин, чувак, ничего не понимаешь, тут советы юридические даешь, мы не даем юридические советы, это просто наше мнение, и даже Юлик, который крутейший, очень опытный юрист, на этом планке не дают, да, да, только дисклеймер, вот, и я, я всегда говорю, ребят, ну, да, как бы патент, но вы имейте в виду, что когда вы что-то детально описываете, это все открыто, это нигде подсекретно не лежит, и как только вы это детально описали, ваши конкуренты, первое, ваши конкуренты, это все легко могут зайти в патентный офис, просто это поискать, и все ваше описание получить, второе, а вы уверены вообще, что ваш стартап доживет до там первых клиентов, сейчас делая вот эти огромные расходы, но с другой стороны, я боюсь, а может я как бы там сто раз оговариваясь, это не юридический совет, это мнение, я не юрист и так далее, но может я зря такие даю, может это вредный совет, неправильный, что ты думаешь? Как юрист, не как патентный. Знаешь, я еще, ну, зная тебя вот уже более 20 лет, все-таки та работа, которую ты и я, и мы оба ведем, мы ее ведем все-таки в области софта, софтвера, поэтому мне кажется, в этой области ты даешь не вредно, а именно полезные советы, потому что да, я не патентный юрист, но у меня был опыт предпринимательства именно хардверного, когда мы с двумя коллегами, с Ирином предпринимателем, с профессором Стэнфордского университета сделали спинаут из Стэнфордской школы, School of Engineering, да, из Стэнфорда, и там, например, это был бизнес, где там были процессы, оборудование изобретенное, формулы там, и, естественно, там было большое патентное портфолио, то есть на момент, когда мы эту компанию продали, в 2016 году, там было что-то больше 25 полученных патентов, но это хардверный бизнес, такой диптек, что называется. И IP там видно было огромной ценностью, правильно? Именно, да, 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 то есть IP на самом деле было, наверное, основной ценностью этой компании, там в этой сфере IP, если это действительно уникальное изобретение, проще получить, это ценность, там конкуренты быстро начнут копировать и повторять то, что ты делаешь, если нет, вот, там очень многое завязано на лицензирование IP, да, то есть очень многие клиентские сделки, это по сути не просто там вы продаете какой-то продукт, а еще даете лицензию на использование интеллектуальной собственности, которая в этом продукте находится. То есть уберем в сторону такие вещи, как биотехнологии, где патенты безумно важны, робототехнику, хардвер и так далее. В софте проблема в том, что, опять же, простите меня, коллеги патентные юристы, я не патентный юрист, но мое понимание, что в софте очень тяжело защитить сам флоу какого-то алгоритма либо программного продукта. Еще сложнее стало с годами защитить так называемый бизнес-метод, ну, то есть какой-то бизнес-процесс, флоу-чарт, который раньше пытались, там, вот, знаменитые эти войны начала двухтысячных между троллями и крупными e-commerce компаниями по поводу, там, клика, да, патентов о переходе в корзинку, купить с одного клика либо с двух кликов, ну, то есть... Thumbnails, вспомни, Thumbnails, чувак, который изобрел якобы Thumbnails, который всех судил, что Thumbnails это мой патент. Да, совершенно верно, поэтому, как бы, в софте, как правило, как правило, за редким исключением, может быть, каких-то очень сложных технических алгоритмов, там, в искусственном интеллекте, в компьютерном видении, может быть, в бизнес-моделе, где есть стыковка между хардом и софтом, ну, то есть между железом на софтом, во всех остальных случаях, послушайте, это не принято, запатентовать сложно, запатентовать дорого, скорее всего, патентный офис будет отвечать на заявки отказами, придется подавать разные апелляции, так называемые Office Action Responses, это будет длиться годами, скорее всего, вы либо уже захлопнетесь и закроетесь, либо уже продадите свою компанию, пока вся эта история решится, поэтому еще один момент, смотрите на конкурентов, если вы видите, что там ваши конкуренты патентуют, значит, вы в той области, где это важно, если вы видите, что условно там ваш конкурент, компания с капитализацией больше верда и у нее никаких патентов нет, ну, как бы нет, вот, но если можно, я тут скажу смежное, но как бы патент, это важное, но это одна часть интеллектуальной собственности, вот что часто, как бы, софтверные компании не делают, а стоило бы, это заранее, уже на момент начала компании, брендинга, подумать, не нарушают, ли они торговые знаки других компаний, доступен ли торговый знак их бренднейма для регистрации в США, в каких-то других остальных рынках, а как выглядит домен, а удобен ли этот домен, уже часто это не смертельно, но это неприятно, вот у меня были случаи, безусловно, там компания маленькая, ни у кого нет претензий, компания выросла, подняла раунд, вдруг там появляется какая-то компания, в общем, вроде и не конкурирующая, но у которой достаточно известный торговый знак, похожий на бренд стартапа, и начинаются вот совершенно ненужные войны, и потом как бы все равно в результате ребрендинга, вот, поэтому вот мой совет, да, защитите торговый знак, посмотрите на это, ну, вот эта вот интеллектуальная собственность, а еще есть такой момент, который смешной, но он очень часто проходит, это смешно, когда вы работаете, условно говоря, там ничего смертельного нет, но может быть кому-то сэкономит там какую-то денежку, часто бывает прокол, когда стартапу там какое-нибудь агентство или они сами на скорую руку там делают либо рекламу и какие-то материалы, либо сайт, самое частое, это сайт либо приложение, туда берут фоточки с интернета, но не легальные, стоковые, где есть лицензии, а просто что-то где-то сдернули, понравилось там, сделали на скорую руку, а есть целая такая индустрия юридическая, где с помощью специального софта ищут эти фотографии и потом по Copyright Act, по закону о регистрации и защите авторского права в США высылают просто там тысячами письма нарушителям и просто дальше идет жесткий прессинг на деньги, то есть кто сколько заплатит, чтобы этот иск отозвали. И ну за 10 последних даже лет, ну у меня наверное там десятки случаев, когда там уже крупные компании не понимают, откуда прилетело, а прилетает, потому что, не знаю, 5 лет назад там на сайт запихнули какую-то фоточку, потом оказалось, что она не лицензионная. Ну вот, это вот такой момент. Спасибо тебе, да, это действительно ужасно важный момент, и кстати, сразу же скажу, что это совсем не значит, ну как бы ты в курсе, я просто для наших зрителей, это совсем не значит, что сразу же нужно платить кучу денег за стоки, есть огромное количество бесплатных стоков, просто в гугл заходите и найдете себе там и кошечек, и песиков, и того угодно, просто дикое количество, или там бывшего конкурента прорекламируют Flickr, на Flickr есть этот, они когда-то этот, ну не они, а там в том числе, они это промоутировали, Creative Commons License, да, легко тоже нагуглите, что это такое, где там, там почти всегда attribution required, то есть вы должны просто упомянуть, что вот там такая-то, такая-то фотограф на Flickr и сняла эту кошечку, ну как бы дальше используйте сколько угодно. Вот, Юлик, спасибо, дорогой, то есть мы ответили на три очень важных вопроса, я на самом деле очень-очень боялся, что будет весь разговор юридический, ты дико крутой юрист, я тебя еще раз, лишний раз всем рекомендую, ты все еще практику есть, да, вот, и у меня с тобой огромный опыт, очень-очень позитивный, длинный многолетний опыт, и не только у меня, у моих партнеров, вот, поэтому я тебя всячески рекомендую, но я не хотел бы это превращать в разговор, я на самом деле боялся, мы с тобой, когда стали говорить, я сказал, ничего, если я буду юридические вопросы задавать, сказал, да валите, давай. Значит, мы это на разминку, у нас получилось такое, перед Блицем, у нас получилась юридическая разминка, да, да, чтобы поток войти, именно так. Точно, спасибо тебе за это, ребят, ну вот смотрите, я знаю, что-то было куча вопросов, но мне кажется, вот эти три очень-очень ценные, и если честно, вы очень мало где найдете вот такого рода и такую честную информацию, и как мы оба уже упомянули с таким распахнутым кимононом, где вы видите, что там. Окей, давай перейдем к теме, которая теперь мне уже тоже близка, ты и предприниматель, и ангел, и венчурный инвестор, и инвестиционный банкир, вопрос, который я на самом деле не оригинальный, я пытаюсь его всем задать, и я сам с ним как бы, он главный вопрос, как мне кажется, в нашей жизни, это какие стартапы становятся успешными, а какими неуспешными, вот ты можешь, ну я уверен, что у тебя это сформулировано где-то для себя, как на твой взгляд, вот ты годами занимаешься тем, что и сам строишь, и общаешься с стартапами, на основе чего ты выбираешь тех ребят, по поводу которых ты говоришь, вот у этих шанс классный, а вот у этих, наверное, нет. Да, знаешь, ну ты понимаешь, наверное, согласишься, что это такая все равно, ну это искусство в чем-то, в чем-то это наука, а в чем-то это просто такое какое-то интуиция, который, да, шлифуется просто с годами, с опытом, с, как сказал один наш общий знакомый, для того, чтобы стать успешным меншерным инвестором, нужно сначала потерять миллионов 30, и как бы, ну то есть он работал в большом крупном фонде, там у них были сотни миллионов под управлением, у них была такая шутка, что молодой партнер, новый, так сказать, прибывший партнер в фонд, ну первые 30 миллионов сильно ругать не надо, когда просадят, потом уже пойдет спрос, но первые 30 это спрос, чтобы разобраться как-то в свой стиль. Филик, простите, я перебью, это мне напомнило, как один наш, по-моему, тоже с тобой знакомый любит говорить шутку немножко про себя, поскольку у него было несколько разводов насчет того, как стать миллионером, нужно стать сначала миллиардером, потом несколько раз жениться и развестись. Да, но работает же, понимаешь, в отличие от других советов, это работает 100%. Вот, ты знаешь, для меня, ну, оглядываясь назад на опыт, я сформировал, наверное, следующее. Те кейсы, которые по-настоящему были успешные у меня в портфеле, по-настоящему успешные, то есть и успехами, я считаю, либо построение крупного бизнеса, который, да, если еще не сделал экзит, но это уже такой крепкий дом, который не повалить, там не будет, там не, не, не урагану, то есть это там крепкие уже кешевые потоки, устоявшаяся клиентура и просто вопрос времени и вопрос, как они будут делать экзит, либо экзиты с хорошей отдачей. Ну, хорошая отдача, я считаю, там хотя бы 3 икса и выше, то есть хотя бы в 3 раза увеличить первоначальную инвестицию. Я заметил, что там очень часто три основных темы пересекаются. Первая тема – это кадры. Кадры решают все. То есть это команда, очень высокого калибра с точки зрения комбинации интеллектуальных качеств, гибкости, возможности анализировать информацию извне, прислушиваться к советам, синтезировать и правильно все-таки принимать внутренние решения на основе вот этой внешней информации, а не только внутреннего какого-то конвикшена. И это не обязательно люди должны быть там с какими-то сумасшедшими бэкграундами, там Стэнфорда, там, не знаю, каких-то. Ну, то есть, безусловно, должна быть комбинация сильного технологически подкованного фаундера с фаундером, который визионер и может заниматься бизнесом. Но я видел людей там, не знаю, какой-нибудь глубинки средней полосы России, которые строили там гигантские компании. Я также терял деньги на выпускниках Стэнфорда, Гарварда, физтех и что-то только там. Вот. И так далее. Вот. То есть, первый элемент правильная, гибкая команда, настроенная на успех, слаженно работающие между собой. Второй элемент обязательно наличие большого емкого рынка. Потому что в противном случае получится классный такой кешевый лайфстайл бизнес. Это здорово, это классно, но это не для инвесторов. Потому что, когда рынок маленький, иногда даже жалко, толковые классные ребята, там, девчонки, построили бизнес, имеют там свои, не знаю, 2-3 миллиона долларов в год годами. И думают, ну, уже, ребят, бросайте вы это, уже делайте что-то более масштабное, вы можете. А вот как бы люди уже, знаю, застряли, и не хочется застревать там инвесторам. И третье, это быть в тренде, но не в хайпе. Есть разница между трендом и хайпом. То есть, хайп для меня, это такой быстрый какой-то порыв ветра, который поднял там листья, мусор, там, фантики, там, и так же быстро это все уронил. Тренд, это вот ты выводишь там свою яхту утром в залив, и у тебя прям вот дует там какой-нибудь обалденный поток, и ты часами как бы идешь под парусом, да, не включая мотор. Это тренд. Ну, то есть, то, что вот мои друзья из NFX, такой фонд есть в долине, который, вот, несколько раз мы с ним соинвестировали, то, что гиги, вот, и пит называют tailwind, то ты хочешь, чтобы ветер дул в твои паруса. Поэтому я локсунирую команда, глубокий, большой рынок, на котором можно действительно построить крупную компанию и сделать крупный экзит, ну, то есть, это рынок хотя бы в миллиард долларов в год, ну, потому что все, что меньше, мне кажется, не знаю, ты согласишься или нет, но мне кажется, рынки, которые меньше, просто плохо работает рост стартапа, захват рынка с уже небольшим рынком, и потом там также стоит потолок по выходу, потому что на таком рынке не так много компаний, которые поглотят, и даже IPO, скорее всего, нет, и private equity будут очень нишевые, которые, ну, платят сколько могут, а они не очень большие, поэтому и мультипликаторы будут меньше. Вот, то есть второй фактор, это большой, объемный, широкий, интересный рынок, и третий, это просто быть в тренде, понимать, куда дует ветер будущего, и делать, как бы, опережение, и не кидаться на хайпы. Ну вот, мне кажется, если, да, так посмотреть, вот почему, например, WebWen, да, доставка продуктов в конце 90-х обанкротилась с треском, Инстакап до сих пор работает, растет, ну, и успешен, потому что в тот момент, да, и мне кажется, еще не было этого тренда, вот этот ветер не дул в конце 90-х, потому что не было правильной инфраструктуры для заказов, технологий, не было вот этой гиг-экономики, да, где появилась куча курьеров, люди не очень были привычны к тому, что кто-то там им дом что-то принесет, вот, да, поэтому команда, крупный рынок и тренд, который дует в вашу сторону, с которым вам не нужно бороться, потому что для меня я всегда начинаю нервничать, когда какой-нибудь предприниматель с горящими глазами говорит мне, ну, пользователи еще даже не знают про то, что им это нужно, но мы их научим, потому что я это читал у Стива Джобса. Да, это очень верно, я насчет рынка, наверное, вот, ну, я уверен, что ты с этим согласишься, я, наверное, такой, как бы, я такой просто кавиат, такой, Юля, как кавиат сказать по-русски, в общем, как бы, такой замечательный, такой замечательный, по правде, по правде, с носку, с носку, по поводу, по поводу рынка, следующий, наверное, комментарий, связанный с тем, что, я согласен со всем, что ты сказал, но как человек, совершенно умученный всеми этими конечными комментариями, в которых, там, рынку уделяется 50% времени, вот, я просто в ужасе от всего, от этого, и поэтому я с тобой согласен, с одной стороны, а с другой стороны, и насчет того, что очень часто бывает компания, у которой просто нету то, что у нас принято в индустрии называть no market fit, или там poor market, а индустрия тебе говорит нет, но у меня единственное такое ощущение, что если предприниматель может, неважно инвестору доказать или нет, главное, как бы, доказать в реальности это себе и сделать, если они видят, как рынок начинает видоизменяться в другую сторону, то есть я тут соединяю вот то, что ты говоришь о рынке и Nailwind, и они говорят, ребята, смотрите, мы впрыгиваем сейчас, ну вот, к примеру, не абстрактные, а конкретные примеры того, что происходит, вот, например, сейчас все у нас май 2020, поскольку видео останется по posterity до бесконечности, вот, у нас сейчас май 2020 года, если кто не знает, там, в далеком будущем, привет вам, ребята, у нас карантин, привет будущее, вот, и народ сидит в карантине, и, соответственно, вдруг начинают появляться такие возможности, которых не было раньше, и те предприниматели, вот как-то правильно сказал, которые говорят, о, смотрите, вот Tailwind, он сейчас пошел туда, там рынка еще как бы особого нет, или он только начинается там, не знаю, virtual reality training for this and that, тренинги виртуальной реальности для каких-то вещей, для которых раньше, ну да, как бы они были тренинги, ну, слушай, приди, мы тебе дадим тренинг, а теперь ты не можешь прийти, офис закрыт, и ты дома только можешь сидеть, ну, вот, то есть, я уверен, что ты с этим согласишься, то есть, единственный кавиат, это если соединить вот то, что ты говоришь о рынке, и вот этот ветер, тенденция, то оно тоже может сработать, я уверен, что ты скажешь, да. Я тебя портал в такой ситуации, или все, теперь ты должен сказать только да. Нет, ты прав, ты прав, не, сто процентов, потому что это вот тоже такой иногда очень неосязаемый элемент, что иногда то, что слишком рано, это нормально, если есть понимание, уверенность, и правильно спланированные там раунды инвестиций, и финансовые затраты, чтобы переждать. Ну, вот, да, опять же, не говорить голословно, сейчас как бы я знаю, что там и в портфеле как бы TMT Investments, и там в портфеле других фондов, я думаю, там у меня в портфеле есть компании, для которых на самом деле карантин там за собой повлек рост там в 300, да, потрясающе, и там не то, и наоборот, и наоборот, да, конечно, и наоборот, но я вот понимаю, что, например, ну, давай возьмем, наверное, такой тренд, как productivity tools, да, различные там продукты для повышения продуктивности, особенно распределенных команд. То, что это было понятно, но все как-то это немножечко лениво шло, там, рынок большой, это правда, но как-то такого, ну, как бы взрывного роста не было, и вот сейчас как бы раз, да, наступил этот коронавирус, и коронавирус это хайп, ну, не в смысле, что сам вирус хайп, но хайп, то, что вот это вот такая сжатая, да, это эпоха карантина, когда это все вот так сжато, и как бы, но понятное дело, что бесповоротно рынок ушел на распределенные команды, work from home, необходимость более продуктивно работать из дома, меньше людей, значит, большая продуктивность ожидается от команд, и как бы все это пошло вверх, и молодцы, допустим, те, кто год-два назад как бы видели тренд, понятно, даже не подозревали про пандемию, либо к ним есть большие вопросы, если бы они догадывались, мне кажется, им срочно надо работать. Я думаю, это рептилоиды, вот, либо масоны, как бы, понятно, да, рептилоиды, да, мне тоже кажется, рептилоиды, вот, и, конечно, ну, те, кто дождался, раз, и она вот стрельнула, и пошло, и мне кажется, то же самое, например, с телемедициной, то есть телемедицина не нова, понятно, что в каком-то обозримом будущем это будет гораздо больший сегмент рынка медицинских услуг, чем сегодня, и вот тоже у меня в портфеле есть несколько компаний, которые там, не знаю, инвестировал год назад, два года назад, с пониманием, что, наверное, этот рост будет такой более плавный, там, я захожу с Березонтом на 5 лет, может быть, даже на 7 лет, и вот, как бы, случилось пандемия, и посмотрим, конечно, сколько из этого роста останется, бог даст, но все равно это гигантским толчок, поэтому, мне кажется, это все в твою тему, что, да, важно и понимать, как вот этот вот тренд, как этот ветер в паруса, как он меняется, и как тут заранее поворачивать кораблик, чтобы его поймать, да, ты прав. Юлик, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, очень open-ended, что такой открытый к ответу, ты прошел кучу всяких этажей разных, вот, юрист, предприниматель, ангел, венчурный, инвестиционный банкир, банкир и так далее, а что ты, глядя назад, думаешь, I wish I knew, как жалко, что ты не знал вот этого, вот, что есть такое вот одно, один совет, вы сейчас просто упомянули это путешествие во времени, вот, если бы ты заскочил, там, не знаю, в 98-99 год, или там, в 2005, и у тебя буквально, вот, там, закроется это окно, и у тебя там минута, что ты успеешь себе, кроме того, что, блин, чувак, там, обязательно, там, стреться вот с ней, поговори с ним, там, положи деньги в Apple, там, в Elon Musk и так далее, вот, кроме этих, понятно, что ты бы сказал это, но кроме этих вещей, что бы ты еще себе сказал? Знаешь, я недавно обдумывал, и, я недавно обдумывал, и у меня три вещи, как бы, первое, это то, что возможности, реально гигантские гигантские возможности зарабатывать деньги есть в любой момент, вот прямо вот, вот заморозь нас сейчас в этот момент во времени, и дай нам такие очки, какие-то супервидения, и мы вот сфокусируемся там, прямо на гранулярном уровне, на мире, на экономике, как оно стоит сейчас, я уверен, что мы увидим тысячи потенциальных тем, сделок, возможностей и трендов, которые, даже если просто взяться за одну, и главное, и нужно взяться за одну, там через 3-5 лет, они с тобой миллиардерами, я это понял, то есть первое, это то, что возможности... Как минимум рублевыми. Ну, как минимум рублевыми, либо уж точно, я думаю, в национальной валюте Зимбабве. мы сможем каждый вытащить по миллиарду, мы можем вытащить каждый по миллиарду, и там в центре с хорарием не сдержался, хороший кот. Прости, не сдержал. Нет, это первое, возможность есть всегда, поэтому, чем сетовать про украшенные возможности, там, ах, черт, почему я не зашел в биткоин в 2011, ах, почему я не купил Apple в 2001, почему я не вернулся в Москву в 2000-м, вот, не возглавил какой-нибудь там тяж, пром, мин, газ, шин, марш, акционерное общество этого типа, да, вот. Слушай, это отдельная передача на эту тему делали. Отдельная передача. Просто помни, что все это есть всегда, это вечный поток, это все есть всегда, но, вот тут вторая вещь, которую я понял, для того, чтобы в этот поток можно было нырнуть или хотя бы робко помочить пальчики, нужно быть открытым. Это значит состояние душевного спокойствия, открытие, незадерганности, когда у тебя масса каких-то мелких тем и темок, ты как бы там постоянно раздерганные звонки, имейлы, чтобы у каждого свой уровень, для кого-то доработать лишнюю тысячу, для кого-то лишние сто тысяч, для кого-то даже лишний миллион, это мелко. Вот. Ну, то есть не мелочиться. Второе, это быть в состоянии вот открытости, готовности, как вот я наблюдал в зоопарках в сафари ягуара перед прыжком. Он же как бы не топчется на месте, он там не носится, он там кучу как бы энергии не жжет. Он спокойно расслаблен, пока он не видит газель. Он видит газель, все это, три секунды. Вот мне кажется, предприниматель, второе, просто, ну, главное это увидеть, если уже увидел и поверил, уже как бы прыгнуть на это, как ягуар. Вот. И третье, ты будешь смеяться, но как человек, как и ты, уже, так сказать, приближающийся к такому милому, скажем, возрасту, да, я считаю, что возраст замечательный, он как хороший французский коньяк, с годами все лучше и лучше. Вот. До момента, пока тебя полностью не выпили, вот, и не поставили на полочку, то я понимаю, что есть некоторые вещи, которые, это просто финансовая гигиена. Мне о них говорили, там, мои родители, старшие друзья, какие-то менторы, и то определенного возраста, я считал это скукой. Но это финансовая гигиена есть. Фондовый рынок США за последние 20 лет в среднем, просто если купить индекс, отдавал сумасшедший, прекрасный возраст. Если к этому еще было, там, поиграться и положить деньги в какие-то технологически интересные акции, забыть на них 5-7 лет, в среднем, это, ну, уже, как бы, путь к финансовой независимости. Поэтому третье, что я понял, это чудесно верить в, как ты помнишь, из, по-моему, это из Goodfellas, Big Dirty. Это, как бы, один большой, у мафиози Нью-Йорка было такое сленговое выражение Big Dirty. То есть, большой грязный, это одно какое-то большое ограбление либо махинация, которое потом позволит в теории человеку, как бы, уйти на пенсию, жить всю жизнь там, припевающий где-нибудь во Флориде и так далее. Так вот, хорошо надеяться на этот Big Dirty, хорошо быть к нему готовым, да, вторая вещь, которую я сказал, и не размениваться, и быть открытым. Но не забывайте про пассивный доход, там лишние деньги, ну, засуньте их в ETF, положите их в фондовый рынок, там есть возможность купить какую-то недвижимость, не надейтесь, потому что Big Dirty может и не прийти, и тогда приятно будет открыть бутылку красного вина где-нибудь на веранде дома в Сосолите и сказать, что, ну, как говорил Астат Бендер, миллионера из меня не получилось, я переквалифицировался в варантие и собиратель аренды. Это тоже нормально, но чтобы это случилось, дайте времени и деньгно поработать на вас. Там 20 лет фондового рынка, прекрасная уже, как бы, подушка финансовой безопасности. Вот что я к 40 годам понял вот эти вот три вещи. 20 лет взяло. Юлик, дорогой, я не знаю насчет рантье или мультимиллиардера и так далее, но в тот момент, когда ты решишь начать карьеру мотивейшнл спикера, я готов сидеть на кассе продавать билеты, как этот самый Паниковский или кто там у Астапа Бендера. По-моему, да, 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 Паниковский, да, да, Паниковский. Мы с тобой должны просто вместе. Мы с тобой должны вместе. Потому что первое мы выучили еще в нашем с тобой еврейском детстве, это то, что я услышал, и меня это в шок вогнало, когда я купил билет, дорогущий, на Тони Роббинса. Ты купил билет? Я впервые это, я не знаю, вау, вау. Я купил билет однажды, несколько лет назад, я пошел на Тони Роббинса, гигантская арена в Кремниевой долине, в Сан-Фосе, куча знакомых лиц, по-моему, половина русскоязычных, венчурных инвесторов купила тот же самый билет, потому что мы все сидели в первых рядах. И вот выходит, живая легенда, живой бог, он сам. Я, кстати, с большущим уважением к нему отношусь, Тони большой молодец, ну, первая фраза, она такие архетипы подняла, потому что, ну, он что-то там сказал на разминку, и потом он сказал, мойте руки и правильно питайтесь. И я... Для любого мальчика из еврейской семьи, в коем и я еврея, ну, всегда, это, ну, как бы, у нас такой Тони Роббинса назывался мама, бабушка, все, как бы, там, по квартире, друг семьи какая-нибудь там, да, как бы, знаете, да, поэтому, как бы, ну, вот, я понял, что, в принципе, дальше можно уже не слушать. Ты мне напомнил, и это совершенно не анекдот, а многие, наверное, знают, что это было, когда Тони Роббинса пригласили спикера, он сказал, ребят, я, в принципе, можно не слушать, вот, буквально полминуты, вот это, я там примерно ее воспроизведу, вот эта поза, которую нужно держать, в которой вы будете крутыми, и что-то такое, вот, типа, типа, вот. А вот эта поза, в которой вы имени будете, все, спасибо, до свидания. И народ такой, е-е-е. Ну, в общем, Юлик, я думаю, ты гораздо больше знаешь пост, чем Робинс, Тони Робинсон. Я бы закрыл вопрос про мотивейшнл спикинг, если мы с тобой когда-нибудь поедем на этот наш знаменитый мировой тур, а мотивейшнл спикер Игги Юлик делают Америку, я просто вспомню, что лучше быть богатым и здоровым, чем у тебя на больных, вот. Я же очень не знаю. Это наш постер, в котором написано, приехал любимый ученик Робин Дранат от Агора, Крепыш там, и так далее, и так далее. Именно так, да-да-да-да, именно так, МАК, вот. А членам проюта скидка. Да, это абсолютно точно. Работникам милиции бесплатно. Юлик, давай каким-нибудь кратилым, интересным вопросом. Спасибо тебе, я как бы на самом деле, как я и думал, и посмеялись, и, я думаю, масса полезных вещей. Давай все-таки еще один вопрос, который я... Ты нормально по времени еще можешь мне сказать? Прекрасно, чудесно. Да, пятница, Memorial Day, все чудесно. А, да. Слушай, я даже и к своему стыду забыл, что Memorial Day. Смотри, вот такой вот вопрос, наверное, заключительный, тоже очень-очень важный. Я его как бы поднял, и я вижу, что народ географически довольно сильно сконцентрирован по болезненной реакции на эту тему. Мы все, ну, не мы все, а там ты, я и многие люди, которые будут нас смотреть, они занимаются бизнесом. Смысл бизнеса, сформулированный когда-то Карлом нашим Марксом, был дешево купить, дорого продать. Вот, собственно, как бы прибавочная стоимость. Да. Я не марксист, там, не коммунист и так далее, и так далее, сразу же оговорюсь. Вот. Но, тем не менее, анализ, как в том анекдоте, да, иди, иди, Бузя, не важно, что Маркс был экономист, потому что Соня старший экономист. Да, старший экономист. капитализм во многом действительно связан, пока он самая эффективная система, хотя, черт его знает, может, китайцы нам еще объединятся за политику партии правильным образом, но пока он самая эффективная система, но в очень многом капитализм связан, действительно, с созданием прибавочной стоимости. Он действительно связан с тем, что ты пытаешься найти, где тонко и где рвется. Действительно связан с тем, что ты не раскрываешь, ну, я совсем огрубленно говорю, огрубленно и обобщающе говорю, ты не раскрываешь составные части своей себестоимости, источников, откуда ты это получил, кода, в котором ты действуешь и так далее. То есть, это такой здоровый, воспетый, Эйн Райт, такой эгоизм, который, как бы, по идее, должен кормить общество. Он создает Илон и Маски этого мира, выдумывают удивительные вещи, либо не сами выдумывают, а помогают каким-то вещам происходить. Но, как бы, это очень эффективный строй, по крайней мере, эффективнее, чем все остальные, которые мы пока знаем. Никто лучше не сделает. Вот, который действительно работает. Но в нем есть одна такая сторона, которая заставляет задуматься. Когда ты говоришь слово честность, совесть, правда, этика, ты там, я имею в виду, ты, я и так далее, то людей немножко передергивают, они говорят, блин, двуличное существо, ты же в своей жизни скрываешь какие-то вещи, блефуешь, не говори всю правду, говоришь только часть правды, ты же как бы создаешь прибавочную стоимость, ты не потратил же вот такое вот время на то, чтобы приобрести эти скиллы, которые должны, как мы считаем, или как рынок может быть считает, стоит столько, а ты пользуешься тем, что вот ты создаешь скерсити, не знаю, как просто сказать, редкость, недостаточность чего-то, недостаточность, продаешь свои там сервисы, продукты, да. Вот скажи мне, пожалуйста, потому что тема такая очень, в чем, понятно, что этика и совесть, и честность очень часто просто мешают капитализме, где найти ту грань, которую, наверное, не стоит переступать, и где, и в чем отличие между совершенно нормальным в покере блефом, абсолютно, это не шахматы, абсолютно нормально, вот, и там, хорошей миной при плохой игре, и вещами, которые действительно неэтичны, которые некрасивы, за которые должно быть стыдно, которые, ну, просто нехорошие. И почему, как мне кажется, человек живет не только для того, чтобы бабки заработать, потому что, как бы, ну, тебя, ну, как бы, ты создаешь себе очень много всяких таких, ты себя перестаешь уважать за какие-то вещи, за обман, за блеф, там, блеф он классный, обман тоже классный в каких-то отношениях. Ну, вот, короче, я плохо задаю вопрос, но где эта граница, как ты считаешь, в чем должна быть граница, в которой человек говорит, сори, но вот тут честность, совесть, этика мне не позволяют этого делать. Вот, вот так вопрос. Нет, это здорово, очень чудесно сформулировал. Ну, вот для меня лично, для меня лично, чтобы тоже сформулировать так, не разбегаясь словами. Это сложная очень тема, простей, что я так тебя сразу в это окунул, я просто думаю об этом. Я часто тоже о ней задумывался и задумываюсь, и периодически, как бы, ну, бизнес и жизнь какие-то там задает вопросы, которые нужно отвечать, и каждый раз опять переосмысливать и выставлять свои границы, а что для меня, например, этический бизнес. Ты знаешь, ну, я вот для себя понял, что жизнь, она очень такая, во-первых, как бы, наверное, больше серых оттенков, чем белых или черных, но при этом из-за этого, наверное, особенно важно, с одной стороны, не быть. Коля, ты, вот ты правильно заметил две вещи, которые я думаю, я лично вот от них и отталкиваюсь всегда. Первое, это то, что, ну, если ты уже занимаешься бизнесом, то, как бы, за тысячелетия существования денег и каких-то товарообменных отношений человечество не придумало ничего пока лучше, чем цепочка товар-деньги-товар, и что любое коммерческое предприятие должно иметь, пусть не основное, может быть, там сейчас, но очень такой центральной своей задачей это прибыль, это улучшение финансового состояния людей, которые в этом предприятии участвуют, потому что, если нет, это называется очень просто, это благотворительность, это благородно, это нужно, это архиважно, этим надо заниматься. Или неблагородно, не обязательно, кстати, благородно, простите. Ну, да, может быть, неблагородно, в зависимости от неудачного заработка. Да, да, вот, поэтому это первое, и тут как бы надо быть честным и понимать, что если ты уже занимаешься бизнесом, занимайся бизнесом, не мешай, возможно, какой-то максимализм, который очень часто еще у молодых предпринимателей я замечаю, вот, не мешай идеологию с бизнесом, но, и второе, ты сказал не менее важную Максиму, что жизнь человека не только для того, чтобы зарабатывать бабки, а потом их тратить. И я вот не знаю, как у тебя, но вот у меня, например, чем старше я становлюсь, тем больше я это прямо не то, что верю или понимаю, я это ощущаю и чувствую, потому что есть накопленный опыт, есть масса очень успешных, богатых людей и друзей, которым я понимаю, что гораздо больше кайфа приносят там шашлыки где-то там на даче с парой-тройкой близких, сохранившихся друзей, чем там ежегодный вот этот для пафоса пробег там посредиземноморья на яхте. Вот, что в конце концов, как писал Рэй Далио, ну, две цели в жизни, которые, допустим, известный хэдж-фонд-менеджер Далио перед тобой ставил. Это осознанная работа и осознанные отношения с людьми, с миром. То есть, ну, meaningful work, meaningful relationships. Я понимаю то же самое. Поэтому для меня, наверное, очень большой такой тест всегда. То, чем я занимаюсь, для меня это осознанно, понимая, что при этом я как бы хочу извлекать прибыль, зарабатывать. Вот. И второе, это как это повлияет на других людей, как это самое главное в том числе повлияет на мои отношения там с близкими людьми, просто с людьми, с конфагентами, даже с оппонентами. Вот. Это знаешь, а если сейчас чуть-чуть опуститься на уровень деталей, наверное, вот в венчурном бизнесе самый такой, всегда основной вопрос, ведь мы все блефуем, это ведь все одна гигантская игра в покер. Инвесторы, если как бы мы играем за стороной инвесторов, мы пытаемся показать реальность и развернуть как-то так, чтобы сначала предприниматель взял именно наши деньги, а не деньги другого фонда, чтобы он взял их по более низкой оценке, чем предприниматель считает справедливым, чтобы в каких-то случаях он принял все-таки наше решение. Предприниматель точно так же пытается манипулировать ситуацией, но мне кажется, есть покер джентльменов, а есть как бы когда там несколько катал за вокзалом, просто уже по черному как бы обирают каких-то там лопухов туристов. И вот для меня как бы покер джентльменов это взять реальные факты, объективно существующие реальности факты, но ты можешь один и тот же факт при наличии необходимых навыков, ты можешь показать это и как трагедию, и как триумф, и как бы вот крутить сам факт, полировать, может быть, показывать его там определенным углом, чтобы там лучи солнца заиграли на нем, и инвестор сказал, черт подери, главбух, отправляйте транш. Это покер джентльменов, это покер джентльменов. Прибавить лишний ноль финансовой отчетности, умолчать про угрозу иска, умолчать про то, что из троих фаундеров двое уже давно не занимаются фуллтайм проектом, подтасовать что-то, не рассказать про какой-то материальный факт, и это уже, мне кажется, идет просто как бы катают там в три карты за вокзалом. Давай назовем это правильно, это обман. Это обман, да, это обман, да. Это уже обман, это ложь. Это ложь, это монитория. И она чревата, на самом деле, судебными исками, там, потерей ситуации. Судебными исками, потерей репутации, запретом на занимание, на то, чтобы заниматься такой деятельностью, если деятельность лицензируемая. Поэтому, ты знаешь, у меня есть к тебе встречный вопрос, Игорь. Давай, здравствуй. Сначала такая предыстория, часто предприниматели мне говорят, слушай, ну вот ты говоришь про этику, про этику, ну вот там, почитай мемуары Джобса, поговори с людьми, которые знал Джобса, люди, которые знают Эллисона, люди, которые знают кого-то из российских крупных предпринимателей. Они все жесткие, тяжелые люди, и вот они достигли успеха. Но мне кажется, что во многих этих случаях, жесткие, тяжелые и так далее, это все-таки история про джентльменский покер, про, ну, игру, может быть, на гранях, но это не подтасовка, не махинация. Я не знаю ни одного предпринимателя, которые однажды, как бы, ну, некрасиво поступили в попытке быть успешными, обманули, кинули инвесторов, подтасовали отчетность, там, наврали, чтобы они потом были успешными. Вот честно, вот ты знаешь? Ну, тут, дорогой, я предложу нашим, я сделаю, поскольку очень люблю эти книги, они у меня есть, но, как писалось у Ильфа и Петрова, книги на дом не выдаются, ибо были приобретены тем же образом, поэтому на дом не буду выдавать, а ссылки опубликую. Есть три книги, к которым я всех отсылаю. «The Difference between God and Larry Ellison», «100% юлика читал», и там такая сноска, «God doesn't think he's Larry Ellison», то есть, по-русски говоря, разница, книга называется, «разница между Богом и Larry Ellison», и маленькая сноска на вложке, «Бог не считает, что он Larry Ellison». А вторая, это одна из многочисленных, но самая лучшая, на мой взгляд, готов спорить, биография Стива Джобса «Волтера Изаксона», такой клиент, который абсолютно стоит прочитать, ребята, абсолютно офигенный. И третья, одна из самых скучных и самых лучших книг о бизнесе, которую не читал, по-моему, вообще никто на свете, кроме меня, «Харддрайв», биография Билла Гейтса. Ее не читал просто никто. Я не знаю, почему. Я тоже читал, я вот записал даже. «Харддрайв» советую всем. Она чуть-чуть скучноватая, потому что она самая честная книга за всю историю книга бизнеса. Она не строит из него ни ангела, ни дьявола. Вот эти три книжки я всем советую. Но, ты знаешь, мой взгляд как раз, что все трое были неэтичны, все трое лгали, все трое... Я думаю, что много раз нарушали закон. Я думаю, что скорее всего... Ну, я не хочу опасных заявлений делать публично, за которые меня можно судить. Давай скажем так, в этих книгах было описано то, как они... Наверное, по мнению этих авторов... Видите, я говорю с юристом и уже так... Какие совпадения случайны? Да-да-да-да-да-да-да. Речь о литературных героях. Но я вот советую вам вот эти три книжки. И, в общем, они отсылают... Позвольте последнюю, наверное, цитату и можем там завершать. Есть офигенный фильм, один из самых лучших фильмов художественных про этику. Юлик, ты его смотрел сто процентов, но люди вне Америки его мало знают. «Ситизен Кейн». О, Кейн, это прекрасный фильм, да, очень... И он очень-очень полно отвечает на ту тему, которую мы с Юликом поднимали. Как бы там вот есть такой главный герой, Чарльз Кейн, который там какой-то... Ну, говорят, что это почти что биография Херста. Да-да-да. Опять же, легально оговорюсь, это фильм там и так далее, тру-ля-ля-ля. Да, и герой, любые совпадения, названия географических мест. И вообще, мы, может быть, говорим о параллельном мире. Вот. Так вот, там очень... Я очень советую... Любой человек, который вот хочет подумать про бизнес-этику, я очень советую вот эти книги, я очень советую любую книгу Драйзера, Теодора Драйзера, кстати говоря, «Гений», «Финансист», «Титан». Трилогия такая мощная. Но вот в «Ситизен Кейн» там очень интересно, как бы, фильм пытается понять был ли он как бы хорошим человеком, грубо говоря. И там есть такая фраза, Юлик, я думаю, что ты, может быть, помнишь, она классическая. «Чарли wasn't a bad man, he just did some bad things». Да. Чарли не был плохим человеком, он просто делал некоторые плохие вещи. Ну, давай, наверное, дорогой, мы с тобой очень сильно перевалили за час. Я ужасно тебя рад видеть. Спасибо тебе. Я очень рад. Спасибо. Ты, по-моему, во-первых, ребят, всех очень серьезно отсылаю. Еще раз, с твоего позволения, я плюс к этому эпизоду, это все будет в эпизоде, но еще отдельно сделаю маленькие клипчики, где ты про юридические виды, потому что я, если честно, нигде этого не слышал, не видел, ты очень четко все описываешь изнутри. Вы, ребята, такое найдете с большим трудом, а, скорее всего, нет. Вот. Книжки я поставлю здесь. Крайне всем советую. Юлика, безумно крутой юрист, предприниматель, классный чувак, мой друг с прошлого века, с 20-го, вот, мой бизнес-партнер в очень многих авантюрах. Надеюсь, что когда-нибудь, Юлик, мы с тобой, может, еще что-нибудь вместе, ну, не надеюсь, уверен, 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 что рано или поздно сделаем. Вот, а я хочу в свою очередь поблагодарить тебя, спасибо тебе огромное, Игорь, прямо очень приятно было, как будто сидели просто за пяшкой чая вот в одной гостиной. И хочу всем, всем предпринимателям пожелать успеха, удачи и порекомендовать Игоря. Игорь, команда ТМТ, на самом деле, это не просто инвесторы, это партнеры по построению бизнеса и, ну, чудесная команда, чудесные сделки. И всем советую, вот, первым делом писать, писать в ТМТ, писать Игорю. Спасибо, дорогой. Юлик знали в ТМТ практически был с первого дня, все наши сделки. Ну, только редким исключением, почти все наши сделки мы делали с Юликом. Друзья мои, Юлик, спасибо тебе большое, было очень-очень здорово. Всем, как бы, вот, видео скоро запустим, всем салют. Юлика найти очень легко, если вдруг кто-то ищет инвестиционного банкира, венчурного инвестора, ангел-инвестора, крутейшего предпринимателя, классного чувака и юриста, то вот в одном флаконе. Короче, реклама просто бесконечная. Юлик, я тебе выставляю счет. в любой момент, дорогой. Спасибо тебе большое, дорогой. Было очень здорово, очень классно и я получил точно удовольствие. Я тоже получил заряд на выходные и надеюсь, что наши зрители тоже. Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...